Но мастерства спортивного не будет, наверное. Можно стать хорошим боем. Ну, храбрым, там, не знаю, там, болевым, все. Но победителем регулярно не станешь. Есть твоя задача показать свою храбрость и, как бы, воля в победе. Но это одно. Если у задачи бюджет есть такая задача, то другие качества должны быть. Второй номер. Что делать? Работа от обороны. Молодец. Второй номер. Задача. Контратака. Попасть после атаки соперника. Во время, то есть, чтобы использовать атаку и делать все контратаки. Вот это важно, да? Что такое ложный первый? Это черные пояса. Ты говори, ложный первый. Ну, это когда ты его черный, а то для активности. Когда ты сделаешь, ну, мы с вами, это один из вариантов. А в общем, когда ты имитируешь, что ты второй номер, на самом деле ты первый. Ты имитируешь, что ты не собираешься атаковать, а собираешься только контратаковать. А на самом деле атакуешь. Это скрытый первый, правильно? А скрытый второй номер, что такое будет? Сейчас мы с ними работать будем. Четыре. Техническое исполнение полностью сейчас на вашей совете. Это все можно делать только одним ударом пороченными. Можно все это делать одним ударом за ручками. Это не принципиально. Но желательно все-таки использовать, ну, хотя бы три-четыре варианта работы. Вообще в спаринге считается, что используется, ну, порядка семи-восьми действий для старших поясов. Ну, различных таких основных технических. Для птичьих больше намного. А вот технических, например, так. Для младших это может быть два-три. В таком случае очень много разных технических элементов. Но вот таких вот основных в спаринге, в спортивной физической школе, очень много. Ну, например, у нас там нет ударов в горло, захватов, за ума. Ну, понимаете, да? Ударов в пар, по коленям. Этого все нет. Правда, очень много это исключается. У нас нет ударов локтями, коленями, головой. В спаринге свободы запрещено. В стуле это все есть, как бы, да? И в целом дефенс это есть. А в спаринге это все запрещено, чтобы не принести друг другу травму. Но тактическая модель, она что в ММА, что там в борьбе, что в Тэквондо, что в, не знаю, фиктовании, они все примерно одни и те же. Так же, как есть такая вещь, как в теории игр. Знаете, да? Она и в футболе, и в баскетболе, и в волейболе, и там во всех командных играх она примерно одна и та же теория. То же самое в единоборстве. Тактика, она примерно одна и та же. Понятно? А технические становища уже разные. Поэтому, умея, занимаясь Тэквондо, вы можете прийти на борьбу, и в принципе, вы будете не новичком. Вы можете прийти на микс-файт, что тоже, как бы, делали ваши коллеги, как бы, не будете новичком. Это не, там, потребуется просто не очень много времени. Техника, учить технику, учить легко. Тактика сложная. Спасибо.